Мы вот в Петербурге сегодня специально приехали, чтобы поговорить с вами. Но лучшего историка мы пока не находили, кто вот так любил свой город, рассказывал столько. Особенно, ну, про церкви, про храмы. Мы вот здесь, на Васильском острове, и здесь два протестантских, да, два лютеранских храма. Ваш и... И святая Екатерина. И, ну, чуть-чуть поделитесь вот историей одного и второго храма. Действительно, у нас здесь, на Васильевском острове, два лютеранских храма. Ну, исторически, традиционно, два лютеранских храма. Вот мы, святой Михаил, и в пяти минутах ходьбы отсюда святая Екатерина. Если говорить о зданиях, то здание святой Екатерины гораздо старше нашего. Потому что это 18 века здание. А наше здание для Петербурга сравнительно новое, потому что наше здание, церковь святого Михаила, построено в 1876 году. По петербургским меркам это довольно новое здание. Обе лютеранские общины являются очень старинными. Вот наш приход святого Михаила был создан в 1732 году, на второй год царствования императрицы Анны. Императрица Анна разрешила открыть лютеранский приход в сухопутном шлихетном корпусе. Сухопутный шлихетный корпус – это одно из первых русских учебных заведений нового образца, так сказать. Потому что до этого мы знаем славяно-греко-латинскую академию в Москве, но это старинные дела. А сухопутный шлихетный корпус был основан уже после Петра Великого, через несколько лет после смерти Петра Великого, был создан военное учебное заведение. Он назывался сухопутный шлихетный корпус. Потом его переименовали, и в историю России он вошел под названием Первый Кадетский. И он существовал очень долго, а сухопутный шлихетный корпус был создан, и при нем был открыт и православный приход, и лютеранский приход, потому что лютеран было среди учащихся и среди преподавательского состава было, ну, наверное, половина. Ну, примерно половина православные, половина были лютеранами. И для них были открыты эти приходы. И лютеранский приход существовал при этом корпусе долгие годы, до середины XIX века, когда приехал император Николай I, Николай Павлович, приехал с инспекцией в корпус. И он обнаружил, что зашел на богослужение в лютеранский приход корпусной, и обнаружил, что очень там тесное помещение, в котором набито много людей, потому что туда ходили молиться и учащиеся, и офицеры корпусные, а кроме того жители Васильевского острова. Их было довольно много. А Васильевский остров был лютеранским районом столицы. Здесь лютеран было очень много. Ну, в первую очередь немцы, во вторую латыши, стонцы, финны, шведы. И эти люди ходили молиться в церковь, в приход святого Михаила в корпусе. И Николай Павлович это все увидел и сказал, что это безобразие, что это нарушает санитарные нормы, что посторонние люди в учебном заведении могут перезаражать детей заразными болезнями, грязь, клопы, тараканы. Ну, безобразие. И это надо убрать. И убрали. Убрали приход из корпуса. Но встал вопрос о том, а где, собственно, ну и где ему быть прихода-то. И Николай Павлович все тот же сказал, что, пожалуйста, пусть приход снимет себе помещение. Пусть приход сам выберет себе помещение, арендует его, а я из своих личных средств буду оплачивать аренду. Ну, вот потому что я люблю лютеран, и я глава лютеранской церкви России. Ну, я выгнал из корпуса, но я же выгнал не потому, что я не люблю лютерана, потому что я заботился о санитарном состоянии, и я буду лично оплачивать аренду. И было найдено помещение здесь по линии, в доме, по-моему, 8 по второй линии, по третьей линии. Да, в доме 8 по третьей линии был дом, в котором арендовали большое помещение. Государь оплачивал все эти годы до тех пор, пока не был построен этот храм. Было одновременно дано разрешение подыскать участок и строиться. Собирали пожертвования среди прихожан Васильевского острова, это был долгий процесс. Но вы же сказали, что Екатерина храм чуть-чуть постарше. А Екатерина храм, это я рассказываю об истории нашего прихода. То есть это специально под военных, под кадетов, раз оттуда убрали. Святой Михаил специально для военных. Может Михаил покровитель что ли? Конечно, потому что он для военных, он и называется храм, церковь, святой переход святого Михаила. Потому что святой Михаил является покровителем небесного воинства. И мы знаем, что во время Амаргиддона, когда Амаргиддон случится, то воинство небесное будет сражаться под предводительством архангела Михаила. Поэтому он считается предводителем небесного воинства. Но это не только у лютеран. Я недавно был на Кубани и с изумлением обнаружил, что все казачьи храмы, воинские казачьи храмы, носят тоже имя святого Михаила. Потому что это общехристианское представление о том, что святой Михаил покровитель военных. А Екатерина в честь царицы? Нет, а храм святой Екатерины построен в XVIII веке. 1700-е годы, получается. 1700-е, конечно, да. Это старинное здание. Относительно нашего, оно более старое. Это построено для святой Екатерины, но святая Екатерина не в честь, естественно, императрицы Екатерины, она же не святая, а в честь библейской Екатерины из Нового Завета. Святой Екатерины. Это в честь их. И эти два прихода и существовали на Васильевском острове, бок о бок. Оба они были немецкоязычными. Хотя среди прихожан, конечно, не одни немцы были, а были и латыши, и эстонцы. Ну, все-таки в небольшом количестве, в основном немцы. Но немецкое население Васильевского острова составляло 20%. Понятно. В Петербурге немцев было 4% населения. То есть это весомо для маленького острова. А на Васильевском острове было 20%. Здесь было много. Но я же как-то говорил, здесь люди жили всю свою жизнь, женщины в особенности, не зная русского языка. Потому что если девочка родилась, в семье говорят по-немецки, в школе говорят по-немецки в начальной, потом она ведет свою обычную жизнь домохозяйке, хозяин магазина, куда она ходит, немец, портной немец, доктор, приходящий к деточкам, тоже немец, и она просто могла и не знать русского языка. Слушайте, похоже, как Брайтон-Бич в Америке, куда русские переехали и живут там по-советски. Да? Вывески на русском. Я вот не был на Брайтон-Бич, но все говорят, кто был, что там есть масса людей, которые не умеют говорить по-английски. У них шутка ходит. Говорит, что ты не учишь английский? Говорит, а зачем я в их Америку не хожу? Да, да. Они живут здесь. Так же и немцы здесь жили. Зачем им? Ну, такой локальный анклав был здесь. Ну, мужчины-то говорили, конечно, по-русски. Ну, они работают, они чиновники, они торговцы, конечно, что они знали. А женщины могли и не знать. Это и так продолжалось до... Ну, дело в том, что вообще немецкая история Петербурга, она очень обширна. И здесь же и был немецкий театр, и была немецкая газета, там в Петербурге шицайтунг большая, настоящая полномасштабная немецкоязычная газета, которая ежедневно она выходила. Это так продолжалось буквально до... Даже не до революции, а до 1935-го какого-нибудь года. Вот в 1935-м начались высылки, масштабные высылки немцев, сначала немцев, потом финнов, потом... Ну, и ваша община тоже пострадала. Вот фотографии не увидел. Да. Последняя фотография, 29-й год, конфирмация, молодежь, столько лиц, столько надежд, столько... Страшно. Горько смотреть на эту фотографию, я на нее смотрю, ну, вот вы меня поняли. Я на нее смотрю, я вглядываюсь в лица этих молодых людей, конфирмантов, я пытаюсь представить себе их дальнейшую судьбу и понимаю, что, в общем, она была по большей части, конечно, не веселой. Тогда никто этого не знал. Счастливые лица, они присоединились к церкви, они строят свое будущее, думают о семье, такие красивые молодые лица, девушек, парней, и никто не знал, что их ждет через 5, 6, 7 лет. Да, к сожалению, к сожалению, по большей части, они, конечно, все, если не погибли, то, во всяком случае, их судьба была незавидной, потому что высылали в отдаленные районы Советского Союза, в плохие условия. Но пастора расстреляли даже. Пастора Курта Мусса даже расстреляли. Ну, у нас вот на стене напротив, вот здесь, в молитвенном зале, висят портреты пасторов. Так вот, все пасторы, служившие в Советском Союзе во времена, они все были расстреляны. Не расстреляны те, кто успел умереть до революции, ну, до советской власти. Остальные были все расстреляны. Вот Курт Мусс один из них. Но никто не знал судьбу храма, что его вдруг превращают в какое-то производство, в завод, да? Да. Перекроют. Вот мы сидим, здесь перекрытие буквально. Разделили на три этажа, получается. Да. Здесь был завод по производству спортивного инвентаря. Завод назывался «Спорт». Ну, когда закрыли храм, то сначала здесь сделали склад табачной продукции. Это был конец 30-х годов. Ну, как раз склад табачной продукции не нарушил архитектуру храма. Да, ну, складывали и складывали. А вот после войны здесь сделали завод. «Спорт» он назывался, который и нанес основные архитектурные поражения этому зданию. Потому что завод полностью перестроил это здание, превратив высокий псевдоготический храм в трехэтажные фабричные помещения. То есть, коренная полная реконструкция здания была проведена. Вот здесь у нас первый этаж, над нами еще второй этаж, потом третий этаж, эти бетонные перекрытия. Здесь были цеха, тут стояли станки. Станки эти создавали вибрацию очень сильную. Когда я был молодым, то я ходил мимо этого здания, и шума было не слышно, потому что всегда ходил трамвай по Среднему проспекту, и сейчас ходит, и звуков не слышно было. Но если приложить было руку к стене, то стена вибрировала. Вот грохота множества станков. Здесь на всех трех этажах стояли станки, что привело к нарушению связи между кирпичами кладки. Я не уверен, что я правильно это говорю, со строительной точки зрения. Во всяком случае, инженеры говорят, что нам уже никогда не удастся вернуть разрежний облик интерьеру, потому что, если мы уберем вот эти перекрытия бетонные, то внешние несущие стены могут завалиться внутрь. Всё ясно. Из-за многодесятилетней вибрации станков. Но вот сам храм, он является памятником архитектуры, как часто бывает на храмах православных, католических? Он является в некоторых своих элементах. Как такое может быть? Вот, например, у нас есть винтовая лестница. Вот винтовая лестница, которая вела наверх в колокольню, на органный этаж, там, где органист сидит, эта винтовая лестница охраняется государством. А храм? А храм подвергся такой перестройке, что он утратился, считается, своё внутри интерьера. Но внутри, но внешне-то, ты смотришь, это храм. Внешне он охраняется государством, конечно. Всё ясно. То есть охраняется выборочно, охраняется экстерьер, то есть внешний вид храма охраняется. Внутри храма охраняется винтовая лестница. Всё ясно. А вот эти бетонные перекрытия, конечно, не охраняются. А кто курирует? Это вот раньше в советское время было общество защиты памятников архитектуры, по-моему. Общество защиты памятников никогда не курировало, даже при советской власти. А как они тогда защищать должны были? Всегда защищают государство. Понятно. Общество охраны памятников, как общественная организация, она никогда не была уполномочена защищать. Памятники защищает ГИОП. Это что за служба? Государственная инспекция охраны памятников. И к вам приходят, и в другие храмы ходят, да? Следят за состоянием? Это существующая организация, которая следит за этим, за памятниками. Они есть, мы с ними знакомы хорошо. И я у них бывал, и они у меня бывали, и документация вся есть. Они следят. Ну, мы, кстати, стараемся ничего такого и не делать. Ну, тут что делать? Ну, лестницу мы не трогаем. Ну, понятно. А экстерьер мы, естественно, тоже не трогаем. Внешний вид храма мы тоже никак в него не вмешиваемся. Все остальное ГИОП не интересует. Потому что все остальное – это тяжелое наследие… Советского прошлого. Советского прошлого. Поэтому мы его красим, мы его меняем. Трубы, коммуникации, электропроводку. Ну, мы все делаем в полном объеме. Ну, это не геопарский вопрос, это вопрос просто хозяйства. Понятно. Ну, а деньги на содержание государства как выделяет? Государство… Ну, помогать, чтобы содержать все-таки, даже внешне. Государство за свой счет полностью отремонтировало экстерьер здания. То есть, весь фасад, колокольня, башни, ну, все, что снаружи, сделано государством. Это за счет государства. Ну, это тоже большая помощь. Это большая помощь. Слава Богу. И вот я вообще не скандалист и скромный человек. Вот. И считаю, что если государство за свой счет сделало такой огромный объем работы по экстерьеру храма, очень хорошо, слава Богу. Все остальное предоставлено на наше попечение. Все ясно. Вот. Совет общины у вас, наверное, да? Да, я на это совершенно не жалуюсь и считаю это, в общем, справедливым. Ну, другое дело, что хотелось бы, конечно, ну, конечно, всем бы хотелось, чтобы вернуть обратно интерьер, но это такие деньги, это такое, все-таки я стараюсь мыслить реалистически. А сколько всего литеранских храмов, ну, скажем так, и одних, и других? В Петербурге? В Питере, да. В Петербурге святая Мария кафедральный, Мария, Михаил, Янни Кирик, святой Иоанн на улице Декабристов. Екатерина здесь же на Васильевском. А также Екатерина и Петра Кирхи на Невском проспекте. А Анна Кирхи? Еще Анна Кирхи, вот шесть. Да. Вот шесть. Вот шесть. Из них четыре относятся к нашей церкви, Евангелической Литеранской Церкви Ингрии, и два храма Петра Кирхи и Екатерина относятся к Евангелической Литеранской Церкви России. Это другая церковная организация. Я понял. Но всего их шесть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!